здравствуйте мои дорогие друзья подписчики и гости моего канала как и обещала я продолжаю рассказывать о нашем путешествии дикарем на арубу и на сей раз я вам расскажу что нас ждет ну во первых и я вам расскажу немного об истории арубы мы немножечко поездим в разных местах посмотрим на природу удивительную этой страны затем мы с вами погуляем по столице аруба по вечерней и насладимся очень интересным отдыхом вот таким вот затем мы сходим в итальянский ресторанчик а после этого мы с вами сначала прокатимся на катере полюбуемся на красоты разнообразные природные и затем мы с вами окажемся на подводной лодке и будем плавать вместе вот очень очень глубоко короче говоря вот и посмотрим что же там внизу затем я вам покажу необычный мой завтрак не могла я это пропустить после этого мы с вами познакомиться с моделью затем мы опять погуляем по вечернему до вечернем на по вечерней арубе в ресторане а затем мы с вами поедем на мотоциклах и посмотрим на дикую природу арубы это вообще удивительное зрелище надеюсь что вам понравится и далее с вами мы походим по ближайших улицам от нашего дома посмотрим как немножечко живут люди простые арубчане вот но и затем перед тем как улететь домой мы с вами попадем в удивительный голландский магазин в аэропорту то есть посмотрим вот на эту удивительную посуду ну вот и начинаем пожалуй и так мы с вами в центре столицы арубы очень красиво очень интересно такая необычная архитектура какая-то пряничная даже вот и я вам сейчас немножечко расскажу историю чуть-чуть не волнуйтесь долго я вас не буду этим занимать итак арубе это небольшой остров и он является основной частью королевства нидерландов с 1986 года то есть это европейская страна и площадь всего лишь 180 квадратных километров то есть там можно за один день всю страну объездить а численность населения сто девятнадцать с половиной тысяч человек всего лишь столица город арансистат на арубе два государственных языка один нидерландский а второй полиомента но полиомент это вообще такой язык он состоит из пяти языков на самом деле это испанский это немного английского это немного даже немецкого и в общем намешано очень много всего я не знаю кто на нем разговаривает потому что я в основном слышала только испанский язык может быть это и был полиомента я не знаю вот но и конечно все там говорят на английском языке что очень удобно очень мне понравился климат на арубы он сухой и тропический средняя годовая температура составляет плюс 28 градусов и очень малый перепад между дневной температурой и ночной не более четырех градусов и также среднее количество осадков составляет всего 432 миллиметра и основная их часть попадает в октябре и ноябре а в основном это кратковременное ливня но в это время лучше туда не ездить но и и аруба находится в южнее основного маршрута перемещения ураганов поэтому она редко наносит ущерб экономике острова остров ароба был открыт испанцами в 1499 году и испанцы называли эти острова все вот эта система острова в том числе ароба островами гигантов а знаете почему потому что местное население было выше испанцев представляете местные индейцы были очень высокими и также называли эти острова бесполезными потому что там не было найдено не золото не серебра и они оказались непригодными для ведения сельского хозяйства основной доход арубы это конечно же туризм и вот сейчас мы с вами посмотрим вот на этот замечательный лайнер который прибыл в порт еще один в общем там остановка всех вот этих крупных круизных кораблей ну а это прозрачность воды на арубе посмотрите это просто совершенно потрясающе какая там чистая вода я честное слово такого нигде не видела ну просто вообще ну вот не малейшие сориночки ничего ну а это мы уже гуляем по вечерней столице и посмотрите все там красиво сделано мне очень понравился этот развлекательный центр но там вообще было очень интересно даже просто понаблюдать за людьми игровые аппараты разные и все такое вот знаете для развлекалов и вот это очень смешная игра видите люди махнут руками называется гадила это 3d то есть это в объеме они вот считают что они с этой гадилой борется я тоже хотел туда присесть но муж не разрешил ну а это итальянский ресторанчик про который я хотела вам немножечко рассказать значит мы сделали заказ достаточно поздно к 8 30 вечера потому что решили погулять сначала вот очень симпатичное место очень хороший сервис но вы знаете мы так и не дождались своей еды посидели час нам никто ничего не принес нашим мальчики начали скандалить и вот представьте себе мы развернулись и ушли так не не пообеду вот а наши соседи говорили что они ждали целых полтора часа вот в общем это конечно безобразие честно говоря ну а сейчас мы с вами найти где мы с вами сейчас поедем путешествовать на подводной лодке но перед этим видите вот это пирс такой где мы ожидаем катер который нас потом повезет на подводную лодку мне было очень интересно наблюдать за туристами дело в том что там было ну столько много всех всяких было очень много из сша из канады из германии вот но и в общем публика достаточно такая обеспеченная много было русскоговорящих но они и были из сша и канады но вот мы с вами уже едем на а катере посмотрите какая чудесная природа и вот как все сделано оформлено это полоса сплошными а конечно же разнообразными отелями вот которые мы конечно же ну не попали практически потому что жили на съемной квартире вот но видите посмотрите какая красота и так кое море цвет какой ну в общем это удивительная природа удивительная красота и наверное поэтому вот многие европейские страны всегда пытались взять контроль на дорогу потому что во первых на руле были фосфаты которые совершенно замечательно европейцы выработали и больше не осталось ничего потом там был построен нефтеперерабатывающий крупнейший начале 20 века завод который перерабатывал нефть из венесуэлы но в общем на самом деле есть тут немножко истории вот такой промышленной но сейчас это сплошной туризм я уже говорила об этом давайте понаслаждаемся вот этой вот удивительной красотой знаете я сидела когда делала съемки как было хорошо и классно такой воздух и все время брызги эти знаете жары совсем не чувствовалось мы даже промокли погода замечательная совершенно но мы конечно волновались потому что мы уже ехали на подводную лодку я все время думала боже ну как же мы будем в нее спускаться этаж посредине моря где-то вот то есть причала никакого не будет ну было много страхов но знаете любопытство конечно превозмогло и мы поехали ну вот она подводная лодка мы уже спустились ничего страшного не произошло вот тут каждое сидение и она снабжено иллюминатором и это подводная лодка была построена в канаде затем ее переоборудовали специально для туристов и значит короба вот стала ее использовать таким вот образом там 35 мест вот и вы знаете вот как-то не страшно было посмотрите свет выключили только теперь освещение со дна морского и вот там было табло где показывала как глубоко мы опускаемся но это вот самое начало видите а вообще самая большая цифра была сто восемьдесят четыре фута то есть это где-то ну я не знаю метров наверно 60 70 вот где-то так вот капитан а это я вот такая вот я не испуганная совсем вот видите цифры все возрастает возрастает а мы все опускаемся и вы знаете было совершенно не страшно потому что но во-первых капитан нам все время чего-то рассказывал на английском языке вещал вот рассказал про фауну что растет под водой ну вот а теперь давайте попробуем хоть что-нибудь увидеть значит это было очень красиво но камера не берет к сожалению не показывает всей вот этой красоты но я вам все равно покажу может быть хоть что-то вы увидите вот там очень много водорослей там есть кораллы белые там есть кораллы красные там даже была затопленная подводная лодка представляете а это мы уже едем к бра но я была очень довольна посмотрите опять-таки какая красивая бухта как замечательно все но в общем конечно природа здесь такая что просто вот только ради этого и стоит ехать опять-таки давайте посмотрим вот на этот цвет на цвет вот этого карибского моря вот и что вы не знаете что еще удивило на всех пляжах нету волн вот вообще нигде вот там построена специальные такие ограждения и ветер очень же серьезно на руби постоянно дует это очень хорошо потому что не жарко но волн на пляжах нету пляжи как бассейн честное слово ну вот мы с вами приближаемся скоро а обратно в бухту и давайте посмотрите немножечко как это красивить этот дядька справа но я уже его просила просила чтобы он это не крутился не вертелся а то мешает ну ладно что тут сделаешь вот как тут есть такие ну вот мы с вами дядька раздражается страшная сила невозможно он я понимаю он отдыхает вон отца петь очень много катеров разнообразный кстати очень богатые такие кораблики явно тут их держат очень богатые люди видите это домики которых они живут и и прямо яхты припаркованные но в общем не бедные здесь люди конечно проживают сами понимаете хорошее интересное место я очень рада что вы со мной это все сможете увидеть надеюсь что вам это все очень и очень понравится и и и и и и и и Ну вот мы и приехали. Это мой завтрак. Вы в жизни не поверите, но это красная смородина, которую мы купили в супермаркете. Представляете себе такое? Я от удивления чуть не упала. Ну и, конечно же, без йогурта никак. Будет очень интересно сочетание сладкого йогурта и кислой. У нас в Беларуси это называлось паричка. Ну вот такая красота на завтрак. Ну еще и чай попью. А вот эта молодая женщина, наша соседка Паконда, попросила меня, чтобы я сделала ей фотосессию. Ну она особо ни на что не рассчитывала, конечно, но ей как бы хотелось. И вот что у меня получилось. Она была очень довольна, очень меня благодарила. А это бразильский ресторан. Ну, наверное, многие в курсе, что бразильский ресторан – это там, где подают много мяса. Ну совсем много-то. Почти одно мясо. И все несут, и несут, и несут. Мы заказали этот ресторан в самый последний день перед отъездом, вечером. И нам очень понравился. Во-первых, он находится в очень хорошем месте. Там, где очень дорогие отели. Там очень много всяких магазинов. Ну, в общем, видите, вот задний план. Очень красиво. Все в огнях, и там было караоке, и чего там только не было, и пели, и танцевали. И очень хороший сервис нам предложили. Вот сейчас вы посмотрите, как нам несут вот мясо. Ой, нам приносили, наверное, 15 различных видов мяса вот на таких вот, видите, вертелах. Прямо сразу отрезали, и все, и мы ели. Ну, для меня это не, как бы, новость, потому что я неоднократно была в таких ресторанах. Но все равно очень и очень вкусно, очень и очень приятно. Ну, и вот теперь мы возвращаемся домой из этого ресторана. Тоже видите, какая красивая местность здесь. Ну, те, которые здесь сплошные-сплошные отели, вот куда мы ездили. Ну, тоже нам очень понравилось, очень хорошо было. И мы очень приятно провели время. Ну, в общем, очень даже и достойно. А вот это обещанная поездка на мотоциклах. Ну, вот там совершенно дикие места, никто не живет. И вот есть такой сервис. Видите, значит, такой мотоцикл, он водитель, и, значит, в коляске сидит пассажир. Так немножко было так страшновато, скорость была сумасшедшая. Но вы знаете, такая красота вокруг, посмотрите на это. Это люди специально камни, между прочим, ставят. А еще на Ароби очень много кактусов. Посмотрите, сколько здесь много кактусов. И они все такие разные, такие интересные. Это вот снимал мой сын, когда мы ехали на мотоциклах. А я, знаете, я боялась, я впилась в это самое. Вот в ручке я эти и сижу, и боюсь. Все равно красиво. Я бы, конечно, не сняла получше. Но вот есть такие, видите, вот такие эти мотоциклы. Ну и, конечно, мы ехали. Это почти пустыня вдоль моря. Была замечательная погода. Немножко жирковато, но, как всегда, ветер. И поэтому было очень хорошо, очень приятно. Я получила такое удовольствие, передать вам не могу. Ну, давайте, понаслаждайтесь, посмотрите побольше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! И еще одна небольшая прогулка по окрестностям того места, где мы живем. Очень мне все понравилось, настолько ярко, такие цветы красивые, так все ухожено. И мне еще очень понравилось, как там заборы расписаны. Посмотрите, вот там живет семья, и там бабушка, дедушка, мама, папа, детки. В общем, они себя изображены на заборе, а еще вот такие дома, посмотрите, опять-таки живут простые рубчане. А вот этот замечательный магазинчик находится в аэропорту. Это мы уже летим домой, и я когда увидела вот эту вот прелесть голландскую, я, конечно, там застряла. Уже постаралась снять, там выбор был, ну, не такой уж сильный-сильный большой, просто витрина. Но вы знаете, очень много всего симпатичного, любимого. И я решила что-нибудь себе обязательно прикупить. Ой, плитка какая красивая, боже мой, такой бы плиткой да ванную. И колокольчики мои любимые. Но я как бы не рассчитывала, опять-таки, мельницы. Ой, как в лучших домах, что называется. Но я, конечно же, обратила внимание на статуэтки, которые мне больше всего понравились. Вот я решила, ну, обязательно, ну, хоть одну, да возьму. Тем более, что у меня в этом стиле практически ничего нет. А тут прямо вот из оригинального, что называется, магазина. Вот, ну, в общем, вот статуэтка, которую я и прикупила. Называется «Поцелуй из Голландии». Ну, класс. Вот, стоила она всего лишь 10 долларов, а налогов там нету, потому что ароба свободная, от налогов страна. В общем, все прелести жизни. Вот домики знаменитые, ну, в общем, очень интересно. Ну, а вот это мои покупочки, которые я сделала на Аруби. Не все, правда. Вот статуэтки, правда, говорю. Только вот эта вот левая. Но дело в том, что Голландия же до сих пор является, как бы, колонией, ну, может, не колонией, но она зависима от Голландии, от Нидерландов. То есть, и, видите, вот в стиле «Далфт» статуэтка «Kisses from Holland». То есть «Поцелуй из Голландии». Вот такая забавная. Стоила она 10 долларов. Налогов там не надо платить, потому что Аруби является безналоговой страной. Ну, и вот еще внизу, видите, разные штучки, которые я купила. Там и браслетки, и магнитики на холодильник. Это хороший подарок, тем более, что они необычные. Но все это очень подробно я вам покажу в моем следующем видео. А пока с вами была Инесса из Нью-Йорка. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что вы напишете мне много-много хороших, интересных комментариев. Всего вам доброго. До новых встреч. А вот и список наших расходов на одного человека. Но на самом деле получилось немножко больше. В общем, около двух тысяч на человека. На двоих четыре тысячи. Субтитры создавал DimaTorzok